Константин Воробьёв, убитый под Москвой. Он лежал и с притяжным внутренним воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл всё, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать. И он продолжал захлебно ссать из шинелей в воздух, пропавший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло всё сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга. И он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшихся вниз, откуда-то сверху от затылка. Теперь он, опираясь за грудью на локти, как на колышки, они тряслись и вот-вот должны были переломиться. Но вокруг них была пустота и воздух. И, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл. Иначе он не мог. Боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх камни в земли и глины. Привалясь к ввалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подолгем настёрке размеренно стекали вязкие капли крови. — Это только так! — гнусаво сказал Алексей. — За раз пройдёт. Он лёг, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные лохматые тёплые снежинки. Они репли к бровям, наскоро превращаясь в щекочущую влагу, заполнявшие глазные впадины. И Алексею казалось, что это плачут глаза дни без него. Спасибо за внимание.